Стрельба на Троещине. В инциденте замешан народный депутат. Известно, что выстрелы прозвучали в спальном районе Киева возле детского сада и якобы к ним причастен бывший комбат батальона Айдар, а сейчас нардеп Сергей Мельничук. Все подробности этого происшествия узнаем у Любы Куклы. Она сейчас с нами на прямой связи. Она находится там, на месте этого события. Люба, добрый вечер. Расскажи, что произошло и что сейчас на месте этого происшествия. Добрый вечер, Наталья. Предметом конфликта якобы касалось помещение детского сада. Здание изъяли из коммунальной собственности, а два года продолжали ссуды и недавно его вернули городу. Напомню, два года назад помещение захватили райдеры, защищать которых, по словам местных жителей, и приехал нардеп. Как утверждают активисты, Мельничук приехал сегодня на место и заявил, что не признает решение суда. И в этом здании якобы будет его приемная. После чего, по сообщениям СМИ, местные жители якобы напали на Мельничука. Он получил удар в лицо. А затем нардеп со своим водителем закрылся в авто. Люди заблокировали машину и прокололи колеса. Поймали негодяя Мельничука, громада Деснянского района. Опять был замечен в рейдерских захватах. Захватишь детского садика, помогал рейдерам. Был сегодня задержан хлопцами, атошниками Деснянского района. Вот сидит в машине, боится выйти. Хотя кричал, что я боевой офицер. Кто стрелял, это главный вопрос, на который конкретных ответов нет. По словам пресс-секретаря столичной полиции Оксаны Блыщик, из-за блокированного авто стреляли в воздух. И это не народный депутат. По данным издания «Украинская правда», стрелял помощник нардепа. Сам же Мельничук ситуацию на камеру пока не комментирует. Но той же «Украинской правде» он якобы заявил, что оружие, найденное на место происшествия, не его, а на все остальные вопросы должно ответить следствие. Студия. Спасибо, Люба. Это была Любовь Кукла с подробностями о перестрелке, которая произошла в Киеве на Троещине.